Уважаемые товарищи, сегодня наша страна отмечает День Конституции. Повод поговорить о серьезных вещах и, во-вторых, отдать дань уважения этому основному документу нашей жизни. 30 лет назад, в этот день, начался отсчет нового этапа истории современной Беларуси. Суверенной и политически независимой. Именно тогда были заложены фундаментальные правовые основы развития нашего государства и общества. Вдумайтесь, 30 лет назад в истории мира человечества это всего лишь миг. А для нас, те, кто все эти годы строил нашу страну, целая жизнь. Сложная, противоречивая, порой на грани возможностей, но, безусловно, интересная и, главное, без остатка, отданная любимой стране жизнь. И на этом пути Конституция Беларуси стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом, что особенно проявилось в ходе наших референдумов. Нам есть, что вспомнить, есть, что сказать тем, кто все это время взрослел. А сегодня уже стоит рядом с нами, разделяя ответственность за будущее Беларуси. Поэтому мы и собрались сегодня вместе представители разных поколений, разных сфер деятельности. Судьи Конституционного суда, управленцы, общественные деятели, руководители политических партий, ученые, народные избранники. Каждый из присутствующих в этом зале в разные годы прямо или косвенно участвовал в разработке и совершенствовании первой и единственной Конституции суверенной Беларуси. Внедрение ее положения во все области государственной и общественной жизни. За нами тысячи и тысячи людей, таких же активных участников данного процесса. Вместе с основным законом мы, поколение современных беларусов, вошли в историю. Историю становления национальной государственности. Но в то же время мы отдаем себе отчет в том, что наш основной закон родился не на бесплодной пустой почве. Я бережно отношусь к преемственности и всегда говорил, что без традиций нет нации, нет государства. Это вопрос непрерывности истории народа и сохранения культурного кода. Скажу еще конкретнее. Это вопрос нашей сакральной связи с предыдущими поколениями и теми, кто придет после нас. Пусть Беларусь и молодое государство, но беларусы абсолютно зрелая нация. А спорить этот статус невозможно, как и то, что наша Конституция воплощает в себе достижения многих эпох. С одной стороны, этот документ – ровесник суверенной Беларуси. С другой – результат многовекового опыта развития правовых традиций государственного строительства на нашей земле. Поэтому 30-летие основного закона – повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад. Сегодня крайне важно не только знать, понимать, но и четко озвучивать исторические факты, которые являются частью национального самосознания беларусов. Постоянно повторять как для себя, так и для тех, кто идет за нами. Таких фактов много, и все они важны. Безусловно, в нашем основном законе есть частичка традиции полоцкого веча. Может, с позиции сегодняшнего дня и не самого демократичного. Участие в народном сходе принимали исключительно мужчины, но это были представители глубинного народа. И в острые моменты истории они решали, кому править, кому торговать, а с кем воевать. Выражаясь современным языком, именно на вечь принимались важнейшие решения стратегического развития. Не волей одного человека, князя, а с согласия жителей. К слову, аналогичные полномочия мы конституционно закрепили за делегатами Всебелорусского народного собрания. Сделали это также с согласия людей абсолютным большинством голосов. Фактически тем самым создали механизм, который в будущем не позволит власти оторваться от народа. Мы поставили конституционный заслон против так называемой элитарности, отвергаемой белорусами на генетическом уровне. С той самой поры, когда наши предки оказались под властью литовских и польских элит, потеряв традиции народного управления. Много шума было вокруг статутов Великого княжества Литовского уже в наше время. Да, для того периода они были прогрессивны, данные статуты, и существенно повлияли на развитие законодательства всех европейских государств. Но в истории эти документы так и остались, как законы, отражающие интересы исключительно богатых и знатных людей. Еще больше усугубившее социальное неравенство. Конечно, не по форме, а по факту. Про Конституцию Речи Посполитой, где гарантиям прав нашего народа в принципе не нашлось места, я вообще молчу. Да и в период пребывания наших земель в составе Российской империи не оставил сколь серьезного следа в белорусской правовой традиции. Поэтому важно помнить, что идейно и концептуально Конституция Суверенной Беларуси является преемником Конституции Социалистической Советской Республики Беларуси. Революционного, прогрессивного и, главное, справедливого документа. Тогда, в 1919 году, впервые в мировой истории природные богатства родной земли были признаны достоянием всего народа. Именно Советская Конституция тоже впервые в истории объявила вне закона эксплуатацию человека человеком и тем самым поставила под защиту жизнь и достоинство людей, независимо от этнического происхождения, социального статуса и вероисповедания. Это и есть принцип социальной справедливости, который был поддержан всеми советскими Конституциями, которые и мы сохранили как основополагающие в своей жизни. Говоря о Конституции 1994 года, принятой Верховным Советом, мы, конечно, должны сказать о заимствовании опыта передовых стран мира. Помните, тогда мы вообще бежали за передовыми странами мира, копируя их. Спустя несколько десятков лет мы поняли, что бежать-то и не надо было за ними. Мы увидели истинное лицо этих стран, их истинную демократию. И только слепой этого не видит. Важнейшие атрибуты демократического строя, такие как разделение властей, законность в деятельности государственных органов, дополнительные гарантии реализации прав и свобод человека, мы все отразили в тексте нашей тогдашней Конституции. Для контроля за конституционностью нормативных актов создали Конституционный суд. Сделали защиту конституционного порядка важнейшим элементом политической системы. Следуя основному закону, практически с нуля выстроили сбалансированную и эффективную вертикаль управления. Не сразу, не без эмоций и не без попыток зарубежных помощников взять процесс под свой контроль. Сегодня, если говорить о Конституции, мы видим отражающий наши национальные интересы документ. Но это сегодня. Многие присутствующие в этом зале помнят, что происходило, когда писались и обсуждались новеллы Конституции 1994 года. Что происходило на улицах, в коридорах власти, где шла в том числе и борьба за портфели. Вдумайтесь, парламентская республика. Страны еще нет. То есть нет идеологии национального развития. Не поставлены цели этого развития. Нет системы управления. Не разработаны механизмы взаимодействия различных структур. И в таких реалиях, по факту, страной управляют 360 депутатов, в том числе и я. Абсолютно размытая ответственность. Это я видел изнутри. Мало кого в 90-е волновало то, что люди на производствах месяцами не получали зарплату. Кого беспокоили пустые полки в магазинах? Мало кого. В то же время, при тотальной бедности населения, мы имели природные ресурсы, внушительный производственный потенциал. И были созданы удобные условия для приватизации этого богатства не нашим, западным капиталом. В стране бардак, а белорусы еще не успели задуматься о национальных интересах, о сути суверенитета. Такими категориями в народе почти никто не рассуждал. Одни думали, как детей накормить, другие, как сохранить рабочие места, должности. Какие у нас были шансы сохранить свою культурную, экономическую, политическую субъектность? Вопрос риторический. Не буду дальше погружаться в подробности. Многие из вас все это видели. Как в народе говорят, проходили. Знаете, да и не тема сегодня праздничного дня. Вспоминая тот период, я в очередной раз хочу поблагодарить наш народ. Народ, который поверил нам, романтикам, поддержал нас на референдумах и в конечном итоге остановил заготовленный для нас сценарий перманентного уничтожения наций и национальной государственности. В принятых народом решениях отразилась вся суть исторического момента, который охватил треть века. В этом ходе событий проявилась и сущность национального характера белорусов – рассудительных, ответственных, дальновидных. С позиции сегодняшнего дня, оглядываясь назад, хочу спросить, в чем мы были неправы, принимая в свою жизнь передовой опыт конституционного строительства и преломляя его через опыт, исторически пройденный нашими предками. И что мы сделали не так, защищая свою историю, ценности, традиции, свою историческую память? Ведь если провести параллели, то увидим, что все наши преобразования шли от жизни, были продиктованы временем. Мы всегда советовались с людьми. И на брошенные в стране вызовы народа отвечал, выходя на референдуме, голосуя на выборах. Отвечал абсолютным большинством голосов и соблюдая закон все более, чем демократично. Ангажированные политики навязывали обществу схему системного хаоса и фактического безвластия, форму парламентской республики. Но народ сделал выбор в пользу сильной власти. Нас пытались разделить по языковому этническому принципу, но белорусы выступили единым народом в поддержку государственного статуса двух родных для нас языков. Нас хотели отрезать от корней, дискредитируя советское прошлое, но люди, понимая, что являются наследниками героического поколения победителей, вернулись к символам Великой Эпохи. В какие только союзы не тащили Беларусь, чтобы разорвать дружественные, тесные интеграционные связи, прежде всего, с Россией. Но народ не позволил. А где сейчас те, кто оторвался от восточнославянской семьи? Где эти народы? Мы сами созидали свою историю, свои законы, также писали сами, как тогда, умели и как понимаем сейчас. Поэтому живем треть века под информационным, политическим и экономическим прессом. Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом. Ладно, пусть называют, важно то, что мы в результате имеем. Неразбазаренное народное богатство, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для обычных людей. И сейчас, совершенствуя основной закон в 21-22 годах, мы тоже отвечали на вызовы времени. Люди увидели, что возросли риски потери института традиционной семьи, наших нравственных установок, исторической памяти. И поставили эти ценности под защиту на высочайшем уровне, уровне основного закона. Понятно, что мало прописать в правовых новеллах гарантии, ответственность, полномочия и так далее. Надо сделать их реальной практикой. Мы делаем все, что было обещано 30 лет назад. И то, что мы обещали, по большому счету выполнили. Потому что есть кого спросить и кому ответить. Мы конституционно закрепили право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения. Позвольте несколько цифр и фактов. А выводы сделайте сами. За эти три десятилетия денежные доходы населения выросли более чем в 9 раз по сравнению с серединой 90-х. А зарплата в 12 раз. Вы помните, какая гиперинфляция была у нас после развала Советского Союза. Сегодня ее уровень не превышает 6%. Растет обеспеченность граждан жильем. Количество квадратных метров в расчете на одного жителя увеличилось в 1,6 раза. В Беларуси один из самых низких уровней бедности населения. Я вообще не представляю, какая бедность. Сегодня хочешь заработать больше работы на трех работах. Сегодня уже мы не говорим о безработице. Мы сегодня говорим о дефиците рабочей силы. Ну, если даже этими показателями мерить нашу жизнь, бедность и так далее, она самая низкая не только среди стран СНГ, но и среди государств Европейского Союза. С начала 90-х мы в 10 раз уменьшили этот показатель, значительно снизили уровень безработицы. Мы относимся к странам с высоким уровнем человеческого развития. Беларусы признаны высокоинтеллектуальной нацией. Все это данные не наши, а их, наших недругов. Далее мы рационально инвестируем в инновации и технологии будущего, тем самым повышая конкурентоспособность беларусской экономики. Это и есть лучший залог нашей жизни. Построили беларусскую атомную электростанцию, успешно завершили первый этап строительства беларусской национальной биотехнологической корпорации. Освоили массово, выпускаем новую продукцию. Легковые автомобили, электробусы, электропоезда, беспилотные карьерные самосвалы. Строим, постоянно вводим в эксплуатацию новые линии метро. Мы рациональны в финансовых вопросах, не позволяем накапливать и перекладывать свои долги на будущее поколение. Наш государственный долг не повышает 32% валового внутреннего продукта. Не секрет, что в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше. Мы создали современный высокопродуктивный аграрный сектор, вошли в топ-5 экспортеров молочных продуктов, находимся в числе мировых лидеров по производству мяса на душу населения, в десятку входим. И в целом экспортируем почти 65% беларусской промышленной продукции. Но если все так бы было плохо, то не покупали бы за рубежом. Такая динамика развития суверенной Беларуси едва ли соответствует планам и ожиданием тех, кто называет нашу страну недостаточно демократичной. Я уже сказал, мы теперь поняли, что такое демократия в их понимании. Мы помним, что значит быть демократичной страной в глазах этого самого Запада, как в начале 90-х быть слабыми, бедными, униженными. Потом бегать, как некоторые наши соседи по площадям улицам, меняя власть, как перчатки, жить по отмашке из Вашингтона. Если выбирать между благосклонностью западноевропейских политиков и качеством жизни беларусов, нашим национальным достоинством и суверенитетом, то выбор очевиден. Уважаемые друзья, ровно 30 лет назад, повторю, начался отсчет истории независимой Беларуси. Подойдя к этой круглой дате, мы оглядываемся на пройденный путь, чтобы уверенно шагнуть в завтрашний день. Очень важно видеть реальные и конкретные результаты принятых нами решений. Еще важнее видеть перспективу. Наша Конституция дает возможность достойно жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности, реализовать самые смелые планы и начинания на родной земле. Так и должно быть в современной, демократической, по-настоящему демократичной стране. И главное, мы сделали все, чтобы наши дети смогли превзойти эти достижения и успехи. Будем помогать и дальше. Теперь дело за новыми поколениями. Скажу больше. Несмотря на сегодняшние трудности и все перипетии, у меня есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Вселяет эта уверенность наша дружная работа над последними конституционными изменениями, наша недавняя активная избирательная кампания, наше здравое восприятие мировых политических потрясений и военных конфликтов. Нам вместе предстоит продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставят перед нами время. Так или иначе, все они касаются вопросов сохранения наших ценностей, культурных, духовных приоритетов, определения целей развития государства в условиях новых геополитических рисков. Они немалые, мы об этом много говорим. Мы сделаем это в ходе Всебелорусского народного собрания, сформированного в соответствии с обновленной Конституцией. Словом, дел у нас немало. Громадье. На сегодня, в этот праздничный день, мне, как и всем нам, присутствующим здесь, интересно услышать, как вы, все мы, кто стоял у истоков создания суверенной Беларуси, те, кто является активным участником политического процесса, оцениваете пройденный нами путь, как видите страну в будущем. Это может быть начало большого разговора, который, как я уже сказал, будет продолжен на Всебелорусском народном собрании. Очень ответственный, решительный момент в нашей истории. В связи с этим я хочу поблагодарить наших ветеранов, не стареющих, которые прикоснулись к строительству и непосредственно строили нашу суверенную и независимую Беларусь. И хочу вас поблагодарить за ту колоссальную поддержку и, прежде всего, за понимание того, что происходит в нашей жизни. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ